Доброе утро коллеги, с вами Исааков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар и индексов на предстоящий день. Пятница, 21 июля и давайте как всегда начнем наш разбор с пары евро-доллар. По паре евро-доллар вчера было выступление в Марио Драги, решение Европейского центрального банка о ключевой ставке. Ставка осталась на прежнем уровне, это было ожидаемо для рынка и вчера мы увидели попытку закрепиться ниже минимальной значения 19 июля на ожиданиях выхода данной новости. Но когда новость была опубликована, ставка осталась на прежнем уровне, все движение продолжилось в том тренде, который был и отмечен ранее. Была преодолена целевая отметка в области 1.16 и уже доходили до локальных максимумов в области 1.1657. На текущий момент тенденция на укрепление евро остается в приоритете с ближайшими целями уже в область 1.17 и 1.18. Ближайший разворотный уровень на текущий момент мы можем скорректировать на минимальное значение, которое было зафиксировано вчера, это минимум в области 1.1470. Пара британский фунт и американский доллар продолжают свое коррекционно нисходящее движение, поэтому на текущий момент в рамках данной валютной пары важно отслеживать завершение данной коррекции и уже по завершению присоединяться в сторону основного тренда. На текущий момент ближайший разворотный уровень для продолжения покупок находится в области максимальных значений, которые были вчера, отметка 1.3032. После закрепления выше данного уровня уже можно рассматривать покупки по данному инструменту в сторону основного тренда. Пара австралийский доллар и американский доллар сегодня с утра корректируются. Уже мы видим попытки закрепиться ниже минимальных значений, которые были вчера, это отметка в области 0.7890. И на текущий момент мы можем предполагать начало коррекционного движения нисходящего, но основной тренд остается восходящим по данной паре, поэтому наиболее интересным моментом будет завершение коррекции по австралийскому доллару и присоединение опять же в сторону основного тренда по данной паре. Ближайший разворотный уровень пока мы можем отметить на максимуме, который был зафиксирован вчера, это отметка 0.7989. Сколько продлится коррекция, мы будем это отслеживать. Разберем на следующем вебинаре в понедельник, который пройдет в 19.30 по Москве, уже более детально данную пару и посмотрим перспективы ее движения. Пара американский доллар, японская иена также вчера попыталась закрепиться выше максимальных значений 19 июля, но к концу торговой сессии вернулись к ценам открытия и обновили минимум 19 июля, что в свою очередь пока нам говорит о том, что покупатели попытались начать коррекционное движение, но пока этого сделать не смогли. Поэтому здесь важно отслеживать для начала короткосрочных покупок, это обновление максимальных значений в области 112.39, максимум, который был зафиксирован вчера. После этого, по завершению также коррекции восходящей, можем рассматривать сделки на продажу. На текущей момент тенденция на продажу остается основной по данной паре. Пара американский доллар, канадский доллар продолжает свое нисходящее движение. Вчера обновили локальные минимумы, которые находятся в области 1.2577, был следующий импульс нисходящий. Ближайшая цель находится в области минимальных значений, а отметка 1.2523, именно туда сейчас пара и стремится. Ближайший разворотный уровень мы можем отметить на локальном максимуме, который был зафиксирован вчера. Это отметка 1.2636. Пара евро-фунт продолжила свое восходящее движение, вчера обновили локальный максимум, то есть дошли до целевой отметки в области 89.45, и тенденция сохраняется на укрепление по данной паре. Ближайший разворотный уровень мы можем отметить на минимальные значения, которые были вчера. Это отметка 88.29. Золото. Золото продолжает свое восходящее движение, вчера обновили локальный максимум, доходили до отметки в области 1247 долларов. И поэтому на текущий момент тенденция на укрепление также остается в приоритете. Ближайший разворотный уровень по данной паре находится в области минимальных значений вчерашней торговой сессии, отметка 1235 долларов за тройскую унцию. Нефть марки Brent обновила вчера локальный максимум, доходили до отметки 50 долларов 10 центов за бочку нефти марки Brent. И в конце торговой сессии скорректировались, но на текущий момент тенденция на укрепление также остается в приоритете в рамках краткосрочной и среднесрочной тенденции. В долгосрочной перспективе нефть пока снижается. Если говорить о начале продаж по данному активу, то здесь нужно как минимум дождаться закрепления ниже минимальных отметок, которые были вчера. Это уровень цены 4906. Ну и по индексу DAX. Индекс DAX также вчера попытался закрепиться выше максимальных значений 19 июля, но к концу торговой сессии, уже после выступления Марио Драги, цена по данному активу пошла вниз. Обновили локальные минимумы, что в свою очередь пока отменяет сценарий на продолжение восходящей тенденции. Поэтому на текущий момент тенденция на ослабление остается в приоритете по данному активу также. Ближайший разворотный уровень для начала покупок находится в области максимальных значений, которые были вчера. Это отметка 12 576. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Всем желаю хороших выходных. Надеюсь, что в ваших городах хорошая погода, что позволит вам отдохнуть от рынка. Всем спасибо за внимание и до свидания.